Украинские писатели Они приходят сами, приносят сюда свои книги. И это чудесно, то, что здесь происходит. На российских телеканалах и в наших отечественных средствах массовой информации, которые защищают ту сторону, звучат мысли такие, что, мол, все, кто стоит на Майдане, они погнались за длинным европейским рублем. Что это люди, которые позволили себя обмануть обещаниями немедленной лучшей жизни в материальном плане. Вот эта библиотека, которая создана волонтерами для волонтеров, лучшее доказательство того, что речь идет не о теле, и даже, может быть, не о душе, а о духе. Но здесь это очень хорошо видно. И, с моей точки зрения, вот такого достаточно для того, чтобы, если есть желание, по-настоящему понять то, что происходит. В мирной жизни у меня сложности с самоидентификацией, потому что я одновременно экскурсовод, лектор, в том смысле, что я читаю публичные лекции, причем часто бесплатно. Я немножко преподаю в Национальном университете Киево-Могилянской академии, заканчиваю там аспирантуру, занимаюсь общественной работой. У меня есть своя передача на интернет-канале BTV, которая тоже делается совершенно волонтерски, то есть нам не привыкать. Одна из тех вещей, которые, может быть, не осознаются и не озвучиваются, среди причин, которые вывели такое количество людей, из пассивного терпения в активный протест и активную борьбу за свое право не выживать, а жить, это то, что у нас в стране не просто сфера культуры, а целая стратегия культурная находится в состоянии полного коллапса. У нас плохо с книгоизданием, у нас закрывают библиотеки, у нас умирает интеллект. Потребность колоссальная. И люди умудряются в перерывах между дежурствами находить возможность почитать. То есть жажда нового знания и эмоций, и работы души, духа и головы, она очень высока, оказывается. А кроме того, конечно, это отвлечение. На самом деле, хотя количество жертв пока исчисляется единицами, психологически мы на войне. И вот это противовес, это то, что уравновешивает, то, что позволяет как-то балансировать и не сорваться за грани. Книга в этом смысле самая лучшая. Кроме того, конечно же, гарантируем живое общение. Кому-то улыбнулся, с кем-то пошутил. То есть это своеобразный кабинет психологической разгрузки, кроме всего прочего. Это никем не финансируется. Шкафы нам подарили. Сегодня звонили из одной библиотеки, они готовы передать нам еще шкафы, потому что там уже мало. За три дня нам уже некуда девать книжки. Люди несут, несут и несут. Если бы вы видели, что несут... У меня вчера просто слезы на глазах были, потому что нам принесли два экземпляра эксклюзивного издания, посвященного Тарасу Шевченко. Это книга, которая стоит не одну сотню гривен. Два, да? Писатели пачками свои книги несут. Собрания сочинений стали появляться. Вот у нас тут уже и Жюль Верн, и классика украинская, Павло Загребельный. Ни копейки никто не платит мне. Я тоже сюда еще книжки собираюсь принести. И вот так оно все. На Майдане практически все так происходит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!